Игорь Волков, компания BePetron. Прошу, Игорь. Спасибо большое. Так зажигательно передо мной Андрей выступал. Я еще перед этим, Екатерина, не менее зажигательно. И все про эффективность производства из точки зрения применения режущего инструмента режимов и станков. И как из 50 сделал 25 часов. И кромка, чтобы стояла не на 10 деталях, а на 20. Но я, в принципе, об этом же про эффективность, только немножко с другой стороны, про поиск скрытых производственных резервов. Потому что сейчас у нас тоже есть небольшое производство, и когда надо изготовить какие-то детали, там, отфрезеровать, вытащить, приходишь к контрагентам, говоришь, мне вот надо небольшую партию, 10 деталек сделать или 20, они говорят, ну, хорошо, вставай в очередь, в марте начнем только. А надо сейчас. И куда ни обратишься, везде там загрузка какая-то бешеная, связанная с ростом спроса. Вот 72 самолета, оказывается, будет выпускаться МС-21. Поэтому не исключено. А если бы Андрей еще не дал переключение, то я бы показал даже следующий слайд. А так как здесь много тех, кто, да все, наверное, занимается металлообработкой, я вот загадку такую, вы что здесь видите на этом слайде? Станок, который Андрею не интересен. Он сказал, что простые станки не берет. А на слайдах у Андрея были такие зелененькие станки. Это другое. Это другое. Вот, да. Так это вертикально-фрезерный станок, еще из прошлого века, универсальный. И на самом деле таких станков мы ездим, когда по предприятиям достаточно много. И до сих пор они используются, и даже более древние используются, потому что в технологических цепочках издавна это все заложено и продолжает использоваться. Второй вопрос. А вы знаете, кто хозяин такого станка на предприятии? Вот кто реально? Независимо от того, где он расположен, в каком городе, в какой отрасли, и организационно-правовая форма предприятия тоже не важно. Оператор. Вот, да, значит, оператор тут громко сказано. Рабочий. Да. Но реально и хозяин этого станка это такой фрезеровщик Михайлович. К нему подходишь вот с этими же деталями, говоришь, Михайлович, надо сделать до пятницы. До пятницы надо сделать. Он чешет голову и говорит, ну нет, до пятницы, до пятницы не могу, надо выходить в субботу, в воскресенье. Вот, заплатишь мне, значит, эти сверхурочные там и прочее. Вот, тогда, ну, к понедельнику будет готово. Ну, что делать, да? Михайлович выходит в субботу, воскресенье, получает свои деньги, но зато в понедельник детали вроде бы готовы, да? И, ну, реально хозяин-то не станка, там, не этого технологического процесса, не начальник цеха, там, или директор по производству, а вот реально человек один, который работает на этом станке, знает его там все нюансы, где у него там какие люфты, да, на каких режимах он может работать. Вот, вторая загадка, специально для Рустама Марсича, что это такое на картинке? Вот, это станок уже нашего века. Вот, и это даже не станок, а вертикальный обрабатывающий центр, который, кроме как фрезерования, может еще много чего делать, да, и померить, и просверлить, и резьбу нарезать. Но реально на предприятиях хозяин этого станка все тот же Михайлович, только теперь оператор, Алексей. Оператор, потому что только практически везде, только он знает, да, тоже на каких режимах, да, и какую поставить подачу на, даже на нарезание резьбы, да, чтобы там стружка нормально выходила. Вот, ему, конечно, могут подсказать. У меня было про скорость, но подача тоже сойдет. Да, да, подача, да, и скорость. Вот, а вообще-то это даже и не обрабатывающий центр, это сейчас станки, которые выпускаются, это гаджеты, это такой компьютер, да, с функцией еще и мехобработки. Это как вот у нас в карманах у всех лежит телефон, который может там и видео снимать, и в интернет выходить. Так вот, если этот станок подключить в локальную сеть предприятий, то он о себе может многое рассказать, да, и сказать, на каких подачах он работает. И какая нагрузка была на шпинделе, и почему он на тот фонд рабочего времени на ночную смену почему-то отработал на 20%, а не на какие там 80%, которые запланированы были. Вот, и тогда, тогда вот этот вот Михалыч, что оператор, и к универсальному оборудованию, кстати, это тоже относится, я чуть попозже скажу, тогда это становится уже частью предприятия, частью плана производственного, которым можно реально управлять, и на которую можно рассчитывать вот производственный план, который сейчас кратно увеличился на многих предприятиях. Чтобы вот эти станки стали частью инфраструктуры предприятия, надо вообще очень-очень немного. Ну, во-первых, да, сеть должна быть. В цеху должна быть протянута вот ЛВС, да, локальная вычислительная сеть. Вот, для станков с ЧПУ, как правило, больше ничего не надо, надо только туда провод подвести. Для универсальных станков, здесь провод покрасивее, у меня картинка, но для димитровского станка то же самое. Надо подключить через модуль, чтобы оцифровать данные с автоматики и получить эти данные в локальную сеть в цифровом виде. И, в принципе, все, как только вы подключили станок в локальную сеть, все, что он может выдать со своего контроллера, вы автоматически получаете на сервере этот поток информации и дальше анализируете его так, как, собственно, вам надо. А, собственно, а что надо? А надо, ну, примерно всем одинаково. Надо делать на тех станках, которые есть в цеху, делать больше, с тем же самым ресурсом. Желательно делать это дешевле, да, ну, и хотя бы делать на том же уровне качества, который вы делали раньше. Вообще-то лучше делать это еще качественно. Ну, три обычно не получается совместить, хотя бы два. Вот. И для этого мы как раз вот рекомендуем применять вот эти системы для сбора, мониторинга и анализа производственных данных, куда можно подключать любое оборудование. И получая эти данные уже, ну, этих целей, да, могут достигать на разных уровнях разные специалисты. И те, кто работает в цехах непосредственно, и те, кто работает, там, белые воротнички в офисах, там, или технологи, или экономисты, и получать разные выгоды. И вот здесь я привел один из отчетов из системы мониторинга, который мы предлагаем, называется Винум, отечественная разработка. Но в целом это вообще про систему мониторинга. Например, график нарастания показателей загрузки станка, то есть сколько он реально по программе делает и выполняет, изготавливает деталь вот в какой-то промежуток времени, в смену, в сутки, в месяц и прочее, на котором очень легко, значит, можно посмотреть, а реально станок-то загружен, или можно на нем еще чего-то делать. Вот на этом графике, например, за сутки из 100% возможного времени, рабочего времени станка загружен, вот 37% максимум, а есть станки, которые вообще на 10% работают. И, имея перед глазами эту информацию, можно принять решение о том, можно ли туда еще, значит, подбросить деталей на производство, а может быть сделать вывод о том, что давайте мы, если он работал, например, в две смены, не будем выводить людей во вторую смену, пускай он работает в одну смену, но более производительно. Эту же систему и эту же информацию можно использовать и для оптимизации технологии, то есть для технологической подготовки производства и посмотреть вообще, а сколько ускоренных, например, перемещений в структуре управляющих программ, которые там запускаются. Вот Екатерина тоже об этом говорила, что многое зависит от того, как вы используете в каких режимах, в каких скоростях и как оптимально построена управляющая программа, траектория. Вот у оператора, и ты не спросишь, он никогда вам не скажет, да, да, это действительно, у меня там что-то 80% по воздуху пилю, а система вам покажет такой график и скажет, вот 50% там реально работали со съемом стружки, а 50% это какие-то на Ж0 переходы непонятные, и надо бы, наверное, с этим как-то что-то сделать. В производстве есть, тоже сегодня где-то звучало, мне кажется, я уже третий раз на Екатерину ссылаюсь, про тех операторов, которые... Игорь, это легко объяснимо, продолжайте. Которые после ухода Екатерины почему-то ручки крутят вправо, да, и режимы увеличивают. Но есть и такие, которые крутят ручки влево, например, в ночные смены. И вроде бы в ночную смену должно выпустить предприятие там какое-то количество заданных деталей, а их выпускается там в два раза меньше, хотя вроде бы утилизировано весь ресурс по часам работы оборудования. И это тоже можно ловить с помощью системы мониторинга, посмотреть, как менялись режимы резания и подачи, и скорости в течение, например, работы, там, смены. Или человека конкретного, или на конкретном станке посмотреть, по крайней мере задать вопрос, почему так происходит. Вполне возможно, что это обоснованно, да, но вопрос задать как минимум надо. По инструменту, да, большое предприятие, есть там большой отдел главного технологии, сидят программисты, пишут программы, как-то выбирают инструмент для обработки той или иной детали. Есть у них правила в унификации, там, применение того или иного инструмента или нет. У каждого, наверное, свои какие-то принципы, опыт, квалификации и прочее. Но если посмотреть это с реального производства, из реального цеха, окажется, что есть такой инструмент, который применяется очень небольшое количество времени, и, как правило, это необоснованно. А инструмент это закупается, закупается, если его небольшое количество, вероятно, по не очень выгодной цене. Его можно, может быть, изменить и поставить туда популярный инструмент, которому обрабатываются и другие детали, и другие геометрические примитивы, таким образом сэкономив на инструменте. Ну и просто заняться унификацией инструмента на реальных вот этих вот фактических данных, это, мне кажется, очень полезно. И здесь еще указано про сервис, вот насколько оперативно реагируют службы, которые должны следить за работоспособностью станков на какие-то инциденты. Когда произошла ошибка, и ЧПУ выдало какое-то сообщение, как быстро придут на место эти сервисники, мастера и посмотрят вообще, в чем дело. Вот одна из функций системы мониторинга – это быстро донести информацию о том, что что-то идет не так, тем службам, которые за это отвечают. СМС, сообщение в Телеграм-канал или электронное письмо. И если реакция там не произошла и все еще ошибка висит на станке, может быть, делегировать это на уровень выше. Это все делается в автомате вот такими программными роботами, заложенными в этой системе. Ну и в целом, чтобы это все работало, желательно бы, чтобы за этим не было человеческого фактора, чтобы не заставлять ни операторов, ни мастеров, ни наладчиков нажимать какие-то кнопки и тем самым избежать каких-то возможностей для манипулирования этими данными. А объективность для нас здесь вот с применением этой системы очень важна. Поэтому такую систему подключаем по возможности без всяких блоков, кнопок и принудительного привлечения операторов, чтобы получить актуальные данные со всего парка оборудования, который стоит у вас на предприятии. Ну и просто, если пролистать вот эти экраны, эти отчеты, которые можно получать в автоматическом режиме, можно очень быстро найти моменты, так сказать, приоритетные направления, где точно надо прямо сейчас бежать и исправлять. Тогда эффект будет прямо сейчас, здесь и сейчас, что называется. Про контроль технологической дисциплины уже говорил. Вам на графике будет прямо представлено, сколько времени вы бы сэкономили, если ручка осталась на нуле. То есть те режимы, которые задолжил технолог, не корректировались бы влево. Ну и, соответственно, а сколько надо было бы поставить в управляющей программе технологом, чтобы у оператора не было необходимости крутить ручку вправо и еще, возможно, это выразить, как здесь, в рублях, через стоимость станка часа. Ну и, возвращаясь к Михайловичу, вот кроме станков таких традиционных, которые мы любим подключать, типа токарные и фрезерные станки, вот, в принципе, все оборудование, которое есть сейчас на предприятиях, включая, вот, там, гальванику, прессы и компрессоры. Счетчики электроэнергии неожиданно вот здесь тут попали. Есть у нас такие заказчики, кто подключает и считает затраченную электроэнергию на работу станков. И роботы, в принципе, к рабочему можно тоже меточку там прицепить и в автомате собирать информацию о том, что он делал, где и когда был. Вот, а здесь, так, чтобы было более, так сказать, к цифрам, да, приближенное, мы спрашиваем периодически у заказчиков, что они видят, какой эффект от внедрения. Вот, очень показательно, вот первые, вот здесь, вот 8% про рост производительности за счет прозрачности. Многие говорят, что когда станки становятся подключенными к системе мониторинга и люди просто знают, просто знают, что в любой момент времени можно открыть эту систему и посмотреть, как станок работал. Только за счет этого, даже без каких-то там мотивационных вещей или наоборот карательных мер, плюс 8%. По-разному там 5-10%, но вот 8% усредненная величина, то есть на 8% больше деталей можно снимать только за счет того, что станки подключили в сеть, которая и так уже была проложена в цеху. Дальше происходит осознание того, что можно делать с этими данными и повышение технологической дисциплины. То есть если инженер-технолог-программист написал управляющую программу, он должен назначать те режимы, которые реально должны соблюдаться на станке. И вот так вот итерационным процессом отдел программирования, цех, достигается еще плюс 12% деталям, которые можно произвести. Ну а дальше все это ведет к приведению в соответствие плановых норм, то есть то, что написано в технологическом процессе, к реальному времени изготовления деталей, которые у вас выполняются в цеху. Где-то это дело завышено, в себестоимости это идет завышенная стоимость, а по факту там еще есть резерв, который можно использовать для изготовления все большего количества деталей. Ну и дальше про простое, про переналадки, сколько они должны длиться по нормам, и сколько они длятся в реале, и про третьи смены, и прочее, и прочее. В общем, говоря, на том же самом ресурсе, на тех же самых станках, которые имеются на предприятии, в принципе, за год в полтора раза это реально увеличить производительность в цехах, да, и при этом не покупая там новые станки дорогие, или не нанимая большее количество людей. Вот, поэтому вот это все, что я описал, это одно из наших направлений деятельности. Мы занимаемся повышением производительности оборудования, и здесь еще я не говорю о том, что тот факт, да, который мы снимаем со станков, хорошо бы еще сравнить с планом, а что вообще эти станки должны были сделать. Вот сделали 100 деталей, а может, надо было сделать 50, да, а 50 это сделал тот же Михайлович налево. Или надо было 120, а почему-то вышло 100, и в документах дальше, значит, пошло по каким-то причинам 100. Поэтому есть еще одно направление, достаточно сейчас востребованное, но мало где успешно внедренное, это система оперативного планирования производства, где, на каком станке, какая деталь, в какое время должна быть выпущена. Этим тоже мы сейчас активно занимаемся. Некоторые подробности наших проектов, которые мы внедряем, мы тут решили переложить, как это сейчас модно, на видео, видеоканал. В Ютубе есть ролики, мы спрашиваем наших заказчиков, чтобы они своими словами описали свои чувства перед внедрением, после внедрения и во время внедрения. И те, кто соглашаются сказать на камеру, мы снимаем. Вот здесь вот есть QR-код, не знаю, можно ли считать его с таким масштабом. Можно, я только что проверил. Вот есть телеграм-канал, и к нему ссылочки на видео. Там пока не очень много, мы недавно начали, но интересные вещи руководители рассказывают. И про 8%, и про то, как сотрудники пытаются избежать этого всевидящего ока. Ну и как вообще воспринимается на предприятии разными отделами, не только те, кто находится на производстве у станков, как это дело воспринимается. Поэтому, если есть интерес, заходите, там есть прямо видеоподтверждение этих слов. У меня все. Спасибо за внимание. Если, значит, заинтересовал, мы из ваших станков постараемся выжать. Максимум, звоните. Спасибо Игорю. Традиционный вопрос в зал. Кто хочет еще что-то узнать от Игоря? Вопросы? Да, Виктория, будьте добры. Попрошу представиться, и ваш вопрос. Меня зовут Александр. Вы сказали про универсальные станки, да? С ЧПУшными вроде все понятно, усилия там этот. Есть ли фиксация, с какой нагрузкой станок работал, универсальный? Именно первый вопрос. Нагрузка, в принципе, такая возможность есть, но нужна калибровка. То есть, так как данные снимаются не как у ЧПУ, да, фактическую величину нагрузки снимаем с компьютера, получаем ее значение. Здесь придется помучиться и посмотреть, сравнить нагрузку на шпиндель в холостом режиме, потом посмотреть, как это работает на максимальных режимах, на максимальном съеме, какое-то промежуточное значение, и выдать уже такую аппроксимацию. Тогда можно будет... Это будет, конечно, не очень точная величина, но, в принципе, можно оценить. Нет, но тут-то именно на холостом ходу или под нагрузкой, да? И примерно хотя бы под какой нагрузкой. Не всегда это корректно получается, но, да, есть возможность. И второй вопрос. ЧПУшные станки. Есть ли фиксация, то, что происходит на экране в этот же момент? Вы имеете в виду запись экрана со стойки, да? Ну, аварийные случаи, да, к примеру. Выйдем аварию, там у вас есть такое. Что происходило, менялась ли, корректировалась ли программа, изменялась ли станочником программа и на каких режимах он работал? Да, хороший вопрос. Мы, на самом деле, не практикуем съемку вот прямо как скрин, как это называется, принт-скрин с экрана в видеорежиме, но есть на стойках такие протоколы, типа как OPCA, у Симминса, вот это такая опция есть, которая снимает, с помощью которой можно снимать огромное количество информации, вплоть до кадра управляющей программы, записывать, что произошло, там, не знаю, за 5-10 минут, за полчаса до аварии, все показания со стойки регистры, нагрузки, корректировал оператор управляющую программу, внес ли обратную коррекцию после аварии, это все будет в логах, в базе данных, даже без скрина, потому что скрины надо потом просматривать долго и упорно. А та информация, которая лежит в таком, в сыром виде, ее можно за любой момент времени, в любыми срезами, выдать в качестве такого, в виде графиков визуально. Да, и плюс, плюс, есть у нас тоже очень хороший заказчик, который в той же системе, кроме показателей станков с ЧПУ, пишет видеопоток с камер видеонаблюдения. Это характерно для крупногабаритных станков, чтобы посмотреть, что происходит и в зоне резания, камера смотрит, и на участке. И вы, когда просматриваете график, например, аварийной ситуации, можно посмотреть, в какой момент времени что-то произошло, и в этот момент времени посмотрите отрывок видеофайла, а что, собственно, происходило и в зоне резания, и вокруг. Это тоже можно сделать. Спасибо. Спасибо.